как удалить файл который не удаляется три заветных способа частая проблема с которой сталкиваются начинающие пользователи не удаляется файл или папка который нужно таки удалить при этом система пишет что файл занят другим процессом или действие не может быть выполнено так как этот файл открыт в какой-то программе или о том что нужно запросить разрешение у кого-то с этим можно столкнуться в любой версии операционной системы windows windows 7 8 10 и даже xp на самом деле есть несколько способов удалить такие файлы которые из каждого из которых и будет здесь рассмотрим мы посмотрим как удалить не удаляющийся файл не используя сторонние средства а затем рассмотрим удаление занятых файлов с помощью live cd или бесплатной программы unlocker отмечу что удаление таких файлов не всегда безопасно будьте внимательны чтобы это не оказался файл системы и так рассмотрим вопрос удаление файла без дополнительных программ как правило если файл не удаляется то в сообщении вы видите каким именно процессом он занят это может быть explorer xe или какая-нибудь другая проблема логично предположить что для его удаление нужно сделать так чтобы этот файл был не занят это легко сделать надо запустить диспетчер задачи в семерке или windows xp у него попасть можно по комбинации клавиш control alt дел в восьмерке и десятке можно нажать клавиши windows плюс x и выбрать диспетчер задачи найдите процесс использующий файл который нужно удалить и снимите задачу удалите файл если файл занят процессором процессором процессом explorer xe то перед тем как снять задачу в диспетчере задач запустите командную строку от имени администратора и уже после того как снимете задачу используйте в командной строке команду дел полный путь к файлу чтобы удалить его чтобы после этого вернуть стандартный вид рабочего стола нужно снова запустить explorer xe для этого диспетчере задач выберите файл новая задача explorer xe итак рассмотрим следующий вопрос удаление заблокированного файла с помощью загрузочной флешки или диска еще один способ удалить подобный файл это загрузиться с любого накопителя live cd с диска реанимации системы или загрузочной флешки windows при использовании live cd в любых его вариантах вы сможете воспользоваться либо стандартным графическим интерфейсом windows либо средствами командной строки обратите внимание что при загрузке с подобного накопителя жесткие диски компьютера могут оказаться под другими буквами так что перед удалением обязательно проверьте удаляйте его файл с нужного диска или не с нужного смотрите при использовании загрузочной флешки или установочного диска windows 7 или windows 8 в любой момент установки нажмите shift плюс f10 чтобы войти в командную строку также можно выбрать восстановление системы ссылка на которой также присутствует в программе установки также как и в предыдущем случае обратите внимание на возможное изменение букв дисков следующий вопрос давайте изучим использование программы deadlock для разблокирования и удаления файлов поскольку рассмотренная далее программа unlocker даже с официального сайта с недавних пор стала устанавливать различные нежелательные программы и блокируется браузерами и антивирусами так что предлагаю рассмотреть альтернативу программу deadlock которая также позволяет разблокировать и удалить файлы с компьютера итак если при удалении файла вы видите сообщение о том что действие не может быть выполнено так как файл открыт в какой-то программе то с помощью программы deadlock в меню файл вы можете добавить этот файл список а затем с помощью правого клика разблокировать его это unlock и удалить remove также можно выполнить и перемещение файла программа хоть и на английском но очень проста в использовании недостаток это в отличие от unlocker не добавляет действия разблокировки файла в контекстное меню проводника скачать deadlock можно по ссылочке под нашим видео итак переходим к следующему вопросу бесплатная программа unlocker для разблокировки файлов которые не удаляются программа unlocker наверное самый популярный способ удалить файлы которые используются тем или иным процессом а причины тут просты она бесплатная исправно справляется со своей задачей в общем работает скачать unlocker можно по ссылочке под нашим видео использование программы очень простое после установки просто кликните правой кнопкой мыши по файлу которые не удали не удаляются и выберите в контекстном меню пункт unlocker в случае использования портаблий версии программы которые также доступны для загрузки запустите программу откроется окно для выбора файла или папки которые требуется удалить суть работы программы то же самое что и в первом описанном способе выгрузка из памяти процессор которыми занят файл основные преимущества перед первым способом с помощью программы unlocker файл удалить проще и более того она может найти и завершить процесс который скрыт от глаз пользователей то есть недоступен для просмотра через диспетчер задач так что в принципе все этого будет достаточно чтобы справиться с данной проблемой чтобы компания благоприятных и в в Субтитры создавал DimaTorzok